Наш пудинг из вишни и бананов готов! Готовьте вместе со мной! Уважаемые подписчики, в этом видео мы вместе с вами приготовим магнолию с бананами и вишней. Сначала нужно приготовить вот такую массу. Сюда идёт 2 желтка. Нужно предварительно взбить блендером с 1 третьей частью молока. Затем залить оставшуюся часть молока, добавить 1 столовую ложку муки, 2 чайные ложки крахмала, ванилин, щепотку. И всё это продолжим взбивать. То есть на всю эту массу нужно 500 мл молока. И медленно помешивая, вот такой вот, доводим до кипения. Приступаем к основному. Простые печенья завернуть в такую бумагу, с помощью скалки размельчить. Нарезать бананы, вишня здесь готова. И приготовить посуду, куда вы будете выкладывать свои красивые магнолии. После того, как мы сварим эту массу, чуть-чуть покипит и опускаем её для полного охлаждения в тазик с холодной водой. Первый слой мы засыпаем в печенье. Второй слой – бананы. Третий слой – вишня. Ну, а сейчас будем заполнять самое красивое – нашу смесь, пудинг наш, заливать. И так все стаканы. Вот такой первый слой у меня получился. Сейчас повторяем то же самое – печенье, банан и пудинг. Сейчас заливаем ещё оставшийся пудинг в каждый стакан и распределяем равномерно. Делаю это первый раз вместе с вами. Как раз пол-литра на таких 4 стакана получается. И затем берём, вот так вот распределяем. Вот такие красивые у меня бокалы получились. Смотрите, я вот так их распределила. Сейчас приступаем к декорации. Для оформления у меня есть какао и стружки такие цветные, а также вишня. Наш пудинг из вишни и бананов готов. Готовьте вместе со мной. И делитесь этим видео с своими друзьями. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!